В дату, которая навсегда останется в памяти народа, куряне нескончаемым потоком несли красные розы и гвоздики. 9 мая на мемориал памяти павших в годы Великой Отечественной войны приходят целыми семьями. Яркий пример – Мухановы. Для них провести День Победы вместе – важная традиция. Они за нас воевали, они за нас погибли. Это вот им большое спасибо, низкий поклон. А как же, и детей мы так же приучаем, только так. И каждый год мы ходим вот уже на протяжении много-много-много лет. Очень важно знать своих предков, для наших школьников, потому что мы благодаря им, мы все живы, здоровы. Среди тех, кто пришел отдать дань памяти своим дедам и прадедам – свидетели событий страшных сороковых. Когда началась Великая Отечественная, Анатолию Кузьмичу Толкачеву было чуть больше двух лет. Пятеро его старших братьев в день начала войны ушли защищать страну, но так и не вернулись. Все они погибли, защищая Родину. Враг захлебнулся в крови советских солдат, которые своими телами преградили дорогу фашистским танкам. Вечная память, вечная слава отдавшим своей жизнью за нашу великую, святую Родину, Россию. Память погибших героев почтили представители региональной власти. В траурной церемонии приняли участие главный федеральный инспектор по Курской области Денис Борченков, а так же губернатор Роман Старовойт. В День Победы куряне вспомнили и героев уже нашего времени. Жители областного центра несли цветы к могилам бойцов, погибших в специальной военной операции. Егор Горожанкин, Максим Леонов, События дня.